МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, неделя, как всегда, очень насыщена, дай бог бы все успеть. Но, прежде всего, у нас прошли выборы осень 2019 года. Мы избирали депутатов городского совета Заполярного района, поэтому мы сейчас проводим партийные конференции партии «Единая Россия», подводим итоги выборной кампании, намечаем, кого рекомендовать руководители городского совета, совета Заполярного района. Кроме этого, планирую завтра встретиться с депутатами окружного собрания депутатов, проговорить бюджет 2020 года, плановый 2021-2022 года. Если получится, если организационно успеют район и город повстречаться бы хорошо без депутатами и района, и города. Кроме того, очень важно поработать по национальным проектам Нинецком автономном, которые у нас здесь действуют, работают. А как, кстати, дела обстоят с ними, с национальными проектами? Да, но я думаю, что мы обсудим отдельно этот вопрос, поскольку он требует такого отдельного, наверное, рассмотрения по национальным проектам. Поэтому встречи запланированы у меня много с молодежью, с людьми высокого возраста. Школу номер три планируем сегодня посетить, как идет ход строительства. Есть ряд законодательных инициатив от собрания депутатов окружного, надо их отработать. Есть инициатива от губернатора округа Александра Витальевна Цибульского. Тоже мы, что в команде в одной все работали, и сенаторы, и депутаты Государственной Думы. Ряд обращений, которые, ну, срочно уже требуют рассмотрения. Ну и много еще. И прием граждан нужно провести все за эту неделю. Так что довольно насыщенная неделя получается. Опять же, дай бог бы все успеть как бы. Сергей Николаевич, в сентябре депутаты Госдумы встречались с министром финансов Антоном Силуаном. Вот какие проблемы тогда удалось решить, обсудить? Значит, мы традиционно уже встречаемся перед обсуждением бюджета на 20-е, 21-е, 22-е годы. Бюджет имеют в виду Российской Федерации и Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и с первым заместителем председателя правительства, министром финансов. Сейчас встретились, обсудили общие параметры бюджета на 20-й год. Встреча состоялась, на мой взгляд, очень полезной. Я думаю, не только для меня, для всего этого. Мы встречались с нашей самой большой фракцией в Государственной Думе. Вопросов было очень... Мы даже не дошли до вопросов практически. Прервали совещание, но как бы незавершенным оно у нас получилось. Мы договорились еще встретиться с Антоном Германовичем для того, чтобы обсудить все вопросы, которые поднимали депутаты. Вопросов на самом деле было много. Мы попросили его не уходить в цифры, где сколько чего, по каким проектам, что выделяется. Общие параметры, если коротко, то общее параметры, я считаю, нужно все-таки и вам, и нашим телезрителям все-таки сказать. Но, наверное, впервые с 2011 года впервые Российская Федерация вышла на профицитный бюджет 2,3 триллиона рублей профицитный. Мы впервые с 2014 года вышли на безопасный уровень соотношения доходов от нефтедобычи и других доходов. Сегодня практически 40% это нефтедобыча, 60% это другие доходы. Это очень важно. По крайней мере, у нас уже сейчас не так страшны скачки по нефти, не так страшны санкции, поскольку мы практически от нефти отвязались. Это очень важно на самом деле. Вот 2014 года впервые. Мы впервые, наверное, многое впервые вот за эти годы бюджет Российской Федерации составил 20 триллионов рублей доходов. Если сравнить, в 2000 году это было 1 триллион рублей. Сейчас 20 триллионов рублей. Мы впервые вышли на безопасный уровень фонда национального благосостояния. То, о чем правительство всегда стремилось, я думаю, это правильно, с учетом той ситуации, которая сегодня в мире, с санкцией, с учетом скачки на нефть, которые имеют место, мы все-таки должны иметь фонд национального благосостояния, на который мы можем всегда рассчитывать с точки зрения критической какой-то ситуации, с точки зрения международной, для того, чтобы все социальные обязательства, которые мы взяли перед жителями Российской Федерации, мы их выполнили безукоснительно. Поэтому более 7% у нас уже фонда национального было. Это та черта, которая, в принципе, достаточна. Мы уверены, себя очень чувствуем сейчас на международной арене. Уже следующее поступление в бюджет, отсечение по нефти мы взяли 42,2 доллара за баррель. Хотя нефть под 60-е, уже сейчас у нас есть возможность эти финансы, которые идут сверхдоходы, а не нефтяные доходы, прежде всего, направлять на развитие экономики. Направлять на развитие экономики и на те национальные проекты, о которых мы с вами, я думаю, сегодня обсудим. Значит, уровень инфляции будет порядка 4%, на самом деле. Это тоже, в общем-то, неплохо. И, в общем, параметры неплохие. Хотя, хотя есть вопрос, я думаю, что мы сегодня тоже коснемся. Реальные доходы, уровень роста экономики нам статистика дает 2,6% по 2018 году. Ну, будем думать, что это так, 2,6%. Хотя, если 2,6% рост экономики, мы должны бы ощутить реальные доходы населения. Но, к сожалению, реальные доходы населения, я думаю, что мы тоже сегодня с вами качнемся этой темы, рост всего составил 0,1%, а по данным счетного плата практически нулевой. То есть реальные доходы населения не растут. Деньги идут на национальные проекты, причем огромное финансирование идет по всем буквально субъектам. Мы бы должны почувствовать, что люди должны ощутить и уровень заработной платы по всем национальным проектам, и уровень дохода в целом, и реальные доходы. Но этого мы пока не видим. Поэтому, почему состоялся жесткий разговор с первым заместителем председателя правительства? Три проблемы, которые были ему обозначены, и на которые мы хотели бы получить конкретные ответы, что планирует делать правительство в этом плане. Первое, это то, что к сожалению, сложилась практика, когда финансирование в регионы идет уже июль, июнь, деньги выделяются на регионы, плюс два месяца это контракты, и уже начинает выпадать первый снег, деньги поступили в регион. Сейчас я прилетел, смотрю, мы начинаем опять дорожки строить на аэропорт, когда едешь, а послезавтра уже выпадет снег в Ненецком автономном округе. Почему? Потому что финансирование запаздывает практически на полгода, то и больше. То есть с этой ситуацией, безусловно, мириться дальше нельзя. И это не вина Силуанова, не министра финансов. Мы попытались разобраться, в чем все-таки проблема и как изменить вот эту ситуацию для того, чтобы национальные проекты наконец-то заработали. Здесь Антон Германович нам обещал, что здесь проблема больше всего в профильных министерствах. Там нет нормативно-правовой базы, которая позволяла бы оперативно перечислять деньги в регионе. Поэтому Антон Германович нам пообещал уже на пленарном заседании, вот буквально три дня назад, когда он отчитывался по итогам 2018 года, что до нового года в декабре месяце все профильные министерства разработают нормативно-правовые акты, они будут представлены в Государственную Думу, с тем, чтобы финансирование в регионы поступало в январе-феврале года. С тем, чтобы мы успевали все стройки завершить, тем более сложные климатические условия. Крайний север – это вообще все очень проблемно. Это первый момент, на который было обращено внимание. Второе – это развитие сельских территорий. Значит, тот проект, та программа, о которой мы говорили, и в которой было много предложений у нас округа, к сожалению, как село развивается и в каком состоянии мы видим. Она всегда как бы была второстепенная финансирование, проследить практически было невозможно, как государственные программы у нас работают на село. Поэтому была высказана просьба, и президент, и председатель правительства с этим согласились, что мы должны сейчас обратить внимание на наше село. Это все-таки корни, это наша Россия, с чего начиналось все. Поэтому у нас программа есть по развитию села, развитию сельских территорий. Они финансировали там существенные, порядка 60 миллиардов рублей, но, значит, было поставлено перед Антоном Германовичем, чтобы эту как минимум в два раза увеличить финансирование программы по развитию сельской территории. Поэтому на пленарном заседании он тоже пообещал, что в два раза эта программа финансирования будет увеличена. Я сегодня встречался с Александром Витальевичем Цибульским. Мы проговаривали с тем, чтобы наш агропромышленный департамент, наш агропромышленный успел подготовиться к финансированию. Мы будем надеяться, что все-таки на округ там пойдут какие-то деньги. И в этом плане мы должны быть готовыми к освоению вот этих средств. И с учетом того, о чем я сказал, что мы все вот эти программы, все нормативная база будет до конца года приняты. И третий момент, он может быть не очень для нас, жителей неиско-автономного округа, прозвучало то, что мы видим очень существенный разлет по доходам регионов по Российской Федерации. В 10 раз те субъекты-доноры и те, которые субъекты очень себя неважно чувствуют с точки зрения финансирования, в 10 раз по доходам разница, в целом по России в 3 раза. Поэтому было предложено правительству разобраться с этой ситуацией, посмотреть, каким образом можно помочь тем регионам, которые у нас остающие сегодня, чтобы такой разницы не было по доходам, в целом по бюджетной обеспеченности. Для нас это и как бы вопрос болезненный. Почему? Потому что мы донор. И нам очень важно, чтобы финансирование у нас продолжалось на том же уровне бюджетной обеспеченности. Но, к сожалению, никто не говорит, что у нас же разный уровень доходов и разный уровень по ценам. Посмотрите, те же овощи, они в 4-5 раз дороже, чем на материке стоят. Посмотрите, сколько билеты стоят на материк. Попробуйте, слетайте с Нарьенмара на отдых, да всей семьей, да с детьми. Это не Курск, это не Липецк, это не Орел. У нас отопление 9 месяцев в году нужно отопить. Какие затраты? А северный завоз, какие затраты? Поэтому здесь в комплексе эти вопросы должны рассматриваться. И нам очень важно, я думаю, и депутатам Государственной Думы, и сенаторам, с тем, чтобы мы сохранили вот эту бюджетную обеспеченность, с учетом того, о чем я с вами говорю. Я думаю, что мы будем на всех площадках это доказывать, и нас слышат. Почему? Потому что Антон Германович сказал о том, что первоочередное они будут вводить новые программы государственные, 10 программ по 10 субъектам, которые чувствуют себя очень неуютно в этом плане. Пока что отрешение принято такое, чтобы убрать вот эту разбалансировость межбюджетную. То есть очень полезный разговор, очень нужный, к сожалению, запоздалый. И хорошо, что мы услышали вот ответы, были прямые вопросы, и были конкретные ответы по конкретным датам, когда это все было сделано. Мы будем надеяться, что если мы решим вот эту проблему своевременного финансирования региона, в том числе по национальным проектам, я думаю, что Коткин уже как бы не зря в Государственной Думе, вот третий год. Это очень важно на самом деле. Это вопросы такие стержневые, от которых зависит развитие территории. Сергей Николаевич, сейчас все бурно обсуждают и в интернете четырехдневную рабочую неделю. На ваш взгляд, нужна она нам или нет? И к чему она приведет? Ну, мне тоже очень много вопросов задают. И вот когда с коллективами здесь встречаюсь, но я, например, вообще не знаю, не знал выходных никогда по жизни. Но это неправильно. Выходные должны быть, люди должны отдыхать. И я думаю, прежде всего, что действительно этот вопрос был озвучен и председателем правительства. Но вот статистика, анализ говорит, во-первых, мы в целом по миру находимся очень далеко с точки зрения по количеству часов, которые работают. Мы много работаем на самом деле в Российской Федерации. Это первое. Второе. Жизнь не стоит на месте. Идет развитие. Я был на заводе, на одном из заводов. Если раньше, говорят, там работало 50 человек на конвейере, то сейчас один-два человека, все автоматы, технологии, вот эти цифровые технологии, они идут в жизнь. Они идут в жизнь. Современные в европейском уровне заводы. И сегодня нам говорят, директор завода говорит, что нам не надо специалистов, у меня автоматика, у меня все работает. Мне нужен один человек с образованием грамотный, который сидит, управляет всеми этими вещами. Тоже вроде бы вопрос есть, да? Поэтому я думаю, что это вопрос будущего, безусловно. Это вопросы надо смотреть, но надо смотреть очень аккуратно. Вот это тот момент, когда надо 7 раз отмерять, а потом уже это отрезать. Почему? Потому что у нас есть предпринимательские союзы, у нас есть предприниматели, которые очень болезненно на это реагируют. Потому что 4 дня, мы с вами вот перед передачей тоже говорим, что 4, я, наверное, не представляю, как 4 дня работать. Но жизнь подсказывает, и я думаю, что перспектива дальнейшая нас заставит к этому вопросу вплотную подойти. Но мы все равно должны очень предметно обсудить это прежде всего. Мне кажется, это, знаете, еще несправедливо будет по отношению к детям. То есть мы детям в образование вводим 6-дневную учебную неделю, а тем же родителям 4-дневную. Да по детям вообще. У меня внучка вот сейчас во второй класс пришла. Те задания, которые дают, что-то мне даже стыдно. Я понятия иногда не могу, какой вопрос ей там задают. Настолько все очень сложно. И какие она уже решает там уравнения, чуть ли не высшая математика во втором классе. Очень сложно на самом деле. Ну, я говорю, жизнь не стоит на месте. Это вот требует, вот, видимо, жизнь такова. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы люди не потеряли в заработной плате. Конечно. Чтобы был рост заработной платы прежде всего. А потом уже по сокращению что-то нам думать. Вот о чем надо первостепенный вопрос. А не то, что люди будут сидеть там, валдубить, ничего не делать. Это тоже неправильно. Я думаю, что вопрос непростой. Вопрос, который будет обсуждаться и в Государственной Думе, безусловно. Будем проводить парламентское слушание. И вот это тот случай, когда надо обсуждать с людьми, говорить и принимать взвешенные решения, не спешить. А как депутаты вот о нем рассуждают? Большинство все-таки за или против Сергея Николаевича? Вы знаете, вот мое окружение, мое окружение, все-таки мы считаем, что это рано пока. Мы не готовы еще, да? Я думаю, что мы не готовы. Я думаю, что мы не готовы к этому на сегодня. Абсолютно. Я считаю, что надо время. Надо созреть к этому. Но это будет. То, что перспективы, это нас ожидает, это да. Другой вопрос, какие временной интервал, и тут ничего сказать не могу. Граждане России волнует социальная несправедливость. Большое расслоение между богатыми и бедными. Что в этом направлении планируется сделать, чтобы сократить эту колоссальную разницу? А вот то, с чего мы, в принципе, начали с вами разговор, вот это расслоение. Мы говорим о том, что национальные проекты, они у нас, ну, мягко говоря, пока они не заработали. То финансирование, которое мы отдельно еще по ним поговорим, но ведь то, что вы говорите о расслоении, хорошо, что об этом и президент сейчас, в принципе, уже говорит председатель правительства, вот вы сейчас отметили, действительно это есть, и сегодня деньги есть, в принципе. Другой вопрос, что мы не можем распорядиться ими, они не доходят до регионов, то, о чем мы с вами говорим. Сегодня профицит бюджета в Российской Федерации, но в то же время около триллиона рублей у нас остались несвободными. Это бюджет по Российской Федерации, это триллион только официально, около триллиона, а сколько еще они были, сидят где-то по регионам, направлены уже вот сейчас, вот они тоже останутся неиспользованы. То есть вот эта оптимизация, вот этот системный подход к работе в целом с финансами, системный подход к национальным проектам, системный подход по оценке тех государственных программ, которые есть, он, к сожалению, дает сбои. И вот здесь нам надо, вообще надо осмыслить, вот национальные проекты. Ну, мы выбрали путь правительства по национальным проектам. На 2024 года 26 триллионов рублей и пойдет на национальные проекты. Но верный ли это путь? Только покажет сама жизнь, насколько правильно мы избрали идти по национальным проектам. Национальные проекты, там их 12. Они все сферы жизни затрагивают. И они нацелены прежде всего, самая главная задача, это то, о чем вы говорите, это качество жизни, это повышение заработной платы, это повышение пенсии, повышение доходов, поддержки семей многодетных. Все национальные проекты, они это отражают. Все это есть. Другой вопрос, что, к сожалению, идет пробуксовка, очень серьезная пробуксовка, о чем мы с вами начали говорить. Но в Государственной Думе, вот условно говоря, весенняя у нас сессия была, мы рассмотрели 345 федеральных, приняли 345 федеральных законов. Из них 280 федеральных законов до весенней сессии мы приняли, которые направлены именно на повышение качества жизни людей и на защиту прав и свобод граждан. Практически 80% законов принимается в этом направлении. Правительство активно вносит их, действительно идет поддержка. Я не могу все 280 вам перечислить, у нас не хватит с вами времени, хотя я готов практически по всем обсудить. Но самое важное, на мой взгляд, это то, что ряд проектов законов, мы с вами говорили, они десятилетиями не принимались в Российской Федерации, десятилетиями. Сейчас мы их начинаем обсуждать, принимать, к примеру, по обманутым дольщикам, по защите коллекторов. Мы запретили привлекать коллекторные службы, которые по долгам по ЖКХ выбивают, которые там бутылки со смесьем в окна закидывают, гробы там, приносят там угрозы прямые, с точки зрения жилищно-коммунального хозяйства. По многодетным семьям, поддержка первого-второго ребенка, 450 тысяч вот эти выплаты многодетные в семье, налоговая нагрузка на многодетные семьи, первый-второй ребенок, помните, 50 рублей была там по уходу до полутора, сейчас до трех лет на прожиточный минимум. Увеличили, сравняли МРОД с прожиточным минимумом. Сейчас вопрос будем обсуждать по повышению минимального размера оплаты труда. Субсидии по авиаперевозкам, которые в целом и на север, и по Дальнему Востоку, они все приняты. По налогу на добавленную стоимость на авиаперевозки в целом, по регистрации воздушных судов. Сейчас буквально мы обсуждали постановление правительства 12.12 по лизингу вертолетов, которым нас надо приобретать, пообещал нам замминистра о том, что уже проект приказа подготовлен, то, что ждет наше предприятие, будут несены изменения, что вертолеты будут признаны тоже пассажирским воздушным судами нашими, и в принципе можем их покупать в лизинг. Социальное предпринимательство, по медицинским работникам, усилили уголовную ответственность. То есть я могу перечислять несколько дней. Все вот эти инициативы, которые были внесены правительством, они все направлены на повышение качества жизни. Но еще раз повторюсь, и хочется понять, почему у нас нет такого темпа роста экономики прежде всего. У нас нет такого, о котором говорит президент, который поставил задачу поднять уровень экономики развития до уровня среднеевропейска, то и выше. Это как минимум 3%. Как минимум 3%. И сегодня есть в вопросе, почему у нас экономика не растет так, как должно было и расти, чтобы мы почувствовали реальные доходы населения. У нас часто оппозиция вносит в проекты закона, буквально на днях, увеличить там пенсии на Дальнем Востоке на 50%, увеличить там доходы, хорошие инициативы, нужные. Все прекрасно понимают, никто никогда не скажет, что это не нужно делать. Но у нас экономика к этому сегодня не готова. Условно говоря, вот я встречался где-то сейчас на Льминосе, вот мы разговаривали с жителями, да, но вот была пенсия 10 тысяч рублей у него, сделаем 100 тысяч рублей. В принципе, за счет резервного фонда, национального благосостояния, можем это сделать. Но первое, мы не можем позволить этого, поскольку мы не можем рассчитывать только на нефтяные доходы. Сегодня нефть 60, завтра на БО 30. Что мы будем делать с этой пенсией? Мы не сможем выполнить те обещания, мы на это пойти не можем. Мы должны давать только те обещания, чтобы бюджет был сбалансирован без нефтяных доходов. То, что сегодня нам позволяет. Сегодня бюджет Российской Федерации, он сбалансирован на уровне 40 долларов за баррель. Еще совсем недавно нужно было около 100 долларов. За счет сегодня не нефтяных доходов мы можем это делать. Но что сделает житель Нальмин-Носа? Да, вот мы с ним общались, говорили, когда у него будет пить себе сейчас 100 тысяч рублей, условно говоря, да? Он пойдет в магазин, ему надо купить новый утюг, гладильную доску купить там, обновить что-то, да? Но деньги же есть. Придет в магазин, он будет покупать, значит, вот эти вещи. Что делает продавец этих в магазине? Он сразу поднимет цену. Они сразу будут стоить утюг не 5 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей. Инфляция сделает такой скачок. Мы так кувыркнемся, мягко говоря, нам 2008 год покажется великим благом. Мы не можем допустить вот этого разбаланса. Для этого нужно развитие экономики. Пошло правительство по пути национальных проектов. Пытается сейчас развернуть вот эту ситуацию, но она дается очень сложно, и здесь надо просто понимать, в чем проблемы, как это все понять, осмыслить. На самом деле не все так просто, поскольку, ну, например, мне очень трудно разобраться в тех государственных программ 47, федеральных программ, которые у нас в Российской Федерации. По показателям много непонятного. Ведь, смотрите, вот сейчас счетная палата нам говорит, может, я так эмоционально начал говорить, поскольку эти вопросы волнуют и жителей, и волнуют депутатов на самом деле. Об этом сейчас открыто стали говорить. Сегодня 47 у нас государственных программ. Счетная палата Российской Федерации говорит, что 19 государственных программ исполнено по итогам 2018 года с низкой эффективностью. 19 программ. По 14 государственных программ вообще нет никаких показателей, как понять депутата государственных программ. Он по долгу своей службы должен контролировать, как они исполняются, что идет на округ, какие деньги пошли к нам сюда. Я не могу увидеть эффективность работы по той или иной государственной программе, поскольку по 14 вообще показателей даже никаких нет. А все остальные там ниже среднего уровня. Где экономика? В чем проблема? Что не срабатывают национальные проекты, которые мы выбрали путь, или в чем-то в другом? Сейчас попытались разобраться, значит, проблематика не в местных органах власти, не губернатор, не собрание окружное. Как они будут работать, когда мы видим, еще раз повторюсь, когда финансирование, значит, надо разбираться на уровне профильных министерств. Почему это происходит? Нужно, значит, вот постоянно такое вот, не может быть, не парламентское выражение, пинок давать, для того, чтобы мы вовремя успели, и у меня Александр Витальевич все время тоже так говорит, что я там иногда критикую там. Да потому что мы видим, как тяжело регионам сегодня, и почему-то разбалансированность получается. Возможности в принципе есть. Значит, нужно выбрать какой-то оптимальный вариант с тем, чтобы экономика заработала в Российской Федерации. Она заработает. И вариант этот есть. Он через национальные проекты, все должно получиться. Другой вопрос. Для этого мы должны решить то, о чем вот я сейчас вам говорю, может быть, так несколько эмоционально. Сергей Николаевич, вот в прошлом году по инициативе президента минимальный размер оплаты труда вырос до прожиточного минимума, да, трудоспособного населения. Но некоторые граждане жалуются, что их официальная зарплата все равно меньше. Знают ли об этой проблеме в Госдуме? Как собираются решать ее? Ну, она не должна быть меньше прожиточного минимума. Есть федеральный закон, который говорит однозначно, что любой житель Российской Федерации, он не может получать меньше прожиточного минимума в регионе. Получать, по факту получать. Быть такого не может. Вот дайте мне такие факты, будем проверять. Быть такого не может, значит, ему должны не меньше прожиточного минимума заплатить. Пенсии, если меньше прожиточного минимума, пенсионеру должно доплатить государство до прожиточного минимума. Дайте такие факты, приходят пусть на прием ко мне люди, будем разбираться. Да, а если вот такой факт все-таки есть, то есть куда нужно обратиться? Значит, я думаю, что прежде всего это управление соцзащитой у нас, здесь у нас в регионе, которые по этим вопросам разберутся. У нас очень хорошо реагирует прокуратура наша на все вот такие вещи. Реакция мгновенная практически у нашей прокуратуры на такие вещи. У меня несколько моментов было, мы разбирались. Там просто нужно нюансы смотреть, потому что сейчас идут на уловки, делают там на полставки, четверть ставки и еще прочее. Но я говорю, что если человек работает на ставку, и пенсионер меньше прожиточного минимума не получит. Игорь Николаевич, традиционно у вас в региональную неделю пройдет прием граждан. С какими проблемами идут наши жители? Это проблемы мы вот с вами говорим. Одни и те же, к сожалению. К сожалению, к большому проблемы одни и те же. Мы с вами по национальным проектам хотели еще поговорить. У нас времени осталось, наверное, опять уже. Не хватит. Нам хватит времени. Все-таки, да, мы уже выяснили, что регионы столкнулись с проблемами в их реализации. Проблемы финансирования. Но что нужно сделать, чтобы не допустить в следующем году таких же нюансов? Вот мы когда были на День округа, прилетали здесь и сенаторы, тоже было на 90 лет, мы отмечали. Татьяна Павловна Лагвиненко нас собрала, и сенаторов, и депутата Государственной Думы. Мы обсудили реализацию национальных проектов здесь в регионе. Вот и то, что она сказала, те болевые точки, на которые, ну, не только эти, которых я вам сейчас вот сказал, по финансированию. Ведь надо вообще посмотреть по национальным проектам реализацию условий Крайнего Севера. Здесь совершенно иные условия. И подход должен быть, соответственно, скорректирован по национальным проектам. В целом, по Ненецкому автономному округу, из 12 национальных проектов у нас 11, кроме науки, поскольку науку здесь у нас не представлена так в округе, они, в принципе, участвуют. Но проблема в том, что соглашения на дальней перспективе, условно, на 6 лет соглашения с федеральным центром нет ни одного у нас в Ненецком автономном округе. На 2 года, по-моему, 3 всего лишь только, по ряду соглашений там вообще отнесено. И как может планировать местная региональная власть, бюджет сейчас они будут формировать на 20-е, 21-е, 23-е годы, если они не видят, что они получат в 21-м году. Какие федеральные деньги к ним придут? Да какие получат даже в 20-м году, они еще не видят даже их. А им нужно уже формировать бюджет. То, о чем мы с вами поначалу говорили. Поэтому, вот очень важно, и вот то, что Татьяна Павловна тогда свою забоченность высказала, просила и сенаторов, и депутатов это донести до руководства Государственной Думы, это практически то, о чем мы начали с вами разговор, то, о чем было озвучено, это болевые точки в целом по всей Российской Федерации. Но, в принципе, вот если по Российской Федерации где-то национальные проекты, вот небольшой, там порядка 36% кассоосвоения, а у нас уже октябрь месяц на дворе, то по Нинескому автономному округу у нас порядка 50% освоения. Есть проекты, которые более-менее работают, есть немножко проблемные, есть проблема по освоению средств, даже по тем же дорогам. Те суммы, которые пошли, свои трудно в условиях, вот тех климатических условий, о которых там мы говорили, когда сезонная доставка, когда у нас один месяц по воде, только можем доставить, доставка, условно говоря, в июне месяце, когда большая вода на деньги, пришли в октябре. Вот доставляйте. Ни зимника, ничего нету. Поэтому вот все вот эти моменты мы очень подробно обсудили, договорились, что мы, в принципе, будем обмениваться всей нормативной базой документами, которые они получают, которые мы получаем, и с тем, чтобы мы все одной команды, сегодня с Александром Витальевичем мы тоже подробно все это обсудили, чтобы нам, то, что нас волнует и беспокоит, чтобы мы вместе, всей одной командой на федеральном уровне вот это продвигали. Сергей Николаевич, спасибо большое. Уже закончилось время опять, да? Да, у нас, как всегда, закончилось время, да. Спасибо за конструктивный диалог. Будем ждать вас на следующей региональной неделе. Вам спасибо за то, что вот меня слушаете. Может, я долго, иногда эмоционально, но я считаю, что вот мне очень важно поделиться еще и с жителями округа, с избирателями, поскольку они же потом на прием идут. Мы когда встречаемся в коллективах, они тоже все это выносят, говорят те вопросы, которые вы задавали. Это же и они задают такие вопросы, и это очень важно на самом деле. Вам спасибо. Вам тоже. До новых встреч. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы от Ниньского округа Сергей Коткин. Встретимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok